Всем огромный привет из солнечного Прованса! Вы на канале YouTube или на Франции, сибирячки во Франции. Прежде всего, я хотела вас всех поблагодарить за поздравления моего свекра и свекрови. Сейчас читала ваши комментарии, так приятно! Много людей написали им очень добрые, хорошие слова. Я очень рада, что вам нравятся мои видео, когда мы ходим к ним в гости. Конечно, я буду продолжать снимать. Многие попросили рецепт майонеза. Мне кажется, моего свекра я уже давала этот рецепт, но ничего страшного. Я ку-ку, Шери! Вон, Владислав, пришел домой из колледжа. Да, у них сейчас колледж. Иногда нет одного профессора, учителя, второго учителя. Поэтому он приходит домой частенько в обед. Его нужно забирать из колледжа. Поэтому мы сейчас будем обедать. У нас Патруль де Франц не дает мне снимать видео. Что я хотела сказать? Майонез я уже давала, но я найду рецепт и напишу его еще раз в сообществе и в Инстаграм. Или, может быть, мы сами сделаем. Потому что, знаете, я видела передачу, и французский диетолог один говорил, что домашнего майонеза не стоит совершенно бояться. Что его можно употреблять в пищу. Ну, конечно, не в большом количестве. Но он даже лучше. Потому что если посмотреть, какие ингредиенты мы используем для майонеза. Если мы используем какие-то растительные масла, то они почти 100% жир, 80% жир. Если мы используем майонез, там есть и белок, там есть и жир. То есть, в принципе, он даже менее калорийный, чьи растительные масла. Поэтому самое главное хороший майонез и себя знать лимит. Вот, поэтому майонез я вам дам еще раз в рецепт. Если вдруг не найду рецепт, то спрошу у моего свектора. Потому что я сама достаточно редко делаю. Хотя нужно почаще. Мы очень любим. Еще вы мне задавали очень много вопросов насчет России. Кто у меня остался в России? Помогали? То есть, общаемся ли мы? Помогали я? Высылаю денежки у них? Ку-ку. Я. Иди сюда. Ой, устал? Да? Фатеги? Ти фатеги? Баум, бамаджи. Он устал. Сейчас я. Сейчас, подождите минутку, переключусь. Пока там разогреваю все. Я уже там всякой вкуснятиной наделала. С вами поболтаю немного, расскажу, кто у меня в России остался. В России у меня остался племянник. Это... Ой, челка у меня вся. Без прически, Лена. Племянник. Это сын моей старшей сестры Оли. Но он уже совсем взрослый. У него семья своя. И сейчас у них грядут изменения в жизни. Не буду ничего рассказывать. И, конечно же, остались двоюродные братья, мой дядя, мои тети. Племяннику вот сегодня мне нужно выслать будет обязательно денежку. Да. И как я это делаю, я вам сейчас расскажу. Как высылаем мы? Общаемся, высылаем деньги на день рождения. Это нормально на какие-то праздники, если нужно кому-то помочь. И еще вы знаете, что, конечно, моих родителей уже нет. И нет у бабушки и дедушки. Но за могилами мы стараемся ухаживать. Есть знакомые, которые очень нам помогают. Мамины... Даже не могу без эмоций говорить. Мамины школьные подруги. Мамины учителя, которые работали вместе с мамой. Спасибо им огромное. Всем мои друзья, сестры, друзья, которые ходят на могилу, убирают, ухаживают. И, конечно, если вот в этом году, я думаю, что нам нужно будет поменять памятники. И поэтому нужно будет пересылать денежки. И как я пересылаю? Вы меня очень многие спрашиваете, особенно девочки, которые живут здесь во Франции. Лена, как ты пересылаешь деньги своим родным и близким? Раньше я пересылала через Western Union. Когда мы жили в городе Доль, то я очень часто ходила. И в бюро просто почты приходила. В отделение почты бюро этого французский. И отсылала денежку. Но была такая проблема, что у нас во Франции почта это что-то. То она закрыта, то один день закрыта, то второй день закрыта, то после обеда закрыта, то Western Union не работает. И еще мне что не нравилось, что Western Union, он все-таки берет достаточно большой процент. Если нужно было отослать деньги, большую сумму, то они берут, если я уже не ошибаюсь, давно я ими не пользовалась, их сервисом, или 1%, или около 2%. И потом я где-то в интернете или на форуме, раньше я была на многих форумах, сейчас нет уже, я услышала об одной компании, которая переводит деньги очень быстро по интернету. Это не очень старая, можно сказать, молодая компания, которая была организована в 2012 году. Два иммигранта создали эту компанию по переводу денег. И они вообще не берут никаких почти процентов, и все это происходит по интернету. Я сейчас буду переводить племяннику денежки, и я вам покажу, что это такое, и расскажу немного. Сейчас зажгу свой компьютер. Называется она компания TransferGo. Ну, я думаю, что вы уже многие пользуетесь этой компанией. Ну, кто не пользуется, я ссылочку оставлю под этим видео. Я думаю, что многим будет интересно, особенно кто живет за границей, и кто хочет помочь своим деткам. Работает эта компания в 47 странах, работает с Украиной, с Россией, точно знаю, с Украиной, с Россией, и еще 47 стран. У меня это очень интересует, потому что я всегда думаю, а если Владислав уедет работать или учиться в какую-то другую страну. Здесь очень часто дети уезжают на учебу. И вот происходит, знаете, у студентов часто бывает, родители им какую-то сумму денег дадут, они ее быстренько и строят. Надеюсь, что он так поступать не будет, но потом вот нужно что-то срочно помочь. И у нас, например, почта находится у черта на куличках, нестись туда. А здесь просто сел к компьютеру, занес сумму, и он ее может получить. Если не срочно, то через 3 дня и вообще никакой комиссии нет. Если, например, если я не ошибаюсь, сейчас посмотрю, если сегодня, на следующий день, то там 0,99 сантимов. Если сегодня, в этот же день, то около 2 евро. А если в ту же минуту, то около 3 евро. Евро или доллары сейчас проверим. И все, пересылаешь. Я думаю, это супер выгодно и совсем-совсем недорого. Единственное, что, конечно, нужно иметь банковскую карточку. И все, сейчас покажу вам этот сайт. Все, я уже на сайте. Посмотрите, я ссылку этого сайта, активную ссылку оставлю в инфобоксе Transfer.go. Здесь очень легко. Просто-напросто заходишь, регистрируешься. Можно выбрать различный язык. Ну, я выбираю русский, конечно. Ой, здесь и польский, и украинский. Любые языки, которые вам удобны. И затем, просто-напросто, посмотрите, здесь все просто. Например, отправка. Я поставила из Франции, например. Ну, вот поставила 500 евро. Можно там поставить 100 евро. И здесь выбираешь страну. Давайте я вам покажу. Все очень просто. Вот все страны, в которые они пересылают денежки. Ищите страну. Куда? Вот в Испанию. У меня, кстати, переводит свекровь тоже деньги. Этой компании я ей подсказала. И у нас в Испании родственники тоже за могилами ухаживают. И поэтому она очень часто переводит денежки. И потом выбираешь, за сколько хотите получить. Можно получить до понедельника. Тогда вот будет вообще ничего не стоить. Можно получить завтра в 6 часов. И есть тут еще функция. Сейчас я ее найду. Подождите. А, все, нашла. Это зависит от часового пояса. Вот. И можно получить через 30 минут. Вот если вы хотите, чтобы получили деньги через 30 минут, то будет 2,99 комиссия. Если хотите, чтобы получили завтра, то 0,99. А если можно подождать до понедельника, примерно 3 рабочих дня, то это будет 0,0. И все. Все набираете, отсылаете. С карточки отсылаете. Они получают. Вот. И тут вся информация. Если кому-то интересно, почитайте. Деньги могут доставлены через 30 минут. Сотрудники ответят на все ваши вопросы. Здесь люди, которые дают свое мнение насчет этой компании. Так что вот, я все поделилась. Пошла я готовить мужчинам стол. И себе тоже покажу, что приготовила сегодня. Пошлите. Так, миссио Димон у нас уже здесь накрывает стол. Наверное, голодный. Белье развешали. По стирушке. И я сегодня сделала снова запеканку. Любимую Владислава. И спасибо подписчице, которая мне подсказала. Я делала запеканку без яйца. А сегодня... Знаете, у нас 2 дня запеканка. Я делала вчера запеканку из гречки. Точно такую же. То есть, и вот это сегодня с вермишелью. Как я уже вам рассказывала, смешиваю со сметаной. Затем добавляю различные специи. И сверху мне подписчица подсказала, что нужно взбить яйца и залить яйцами. Так еще будет вкуснее. И потом только засыпать сыром. Вот с гречкой нам вообще понравилось. Я с гречкой ела. Но это белая вермишель. Это для моих мужчин такая красота. Так что будет запеканка. И будет еще у нас на десерт мой флян. Девочки, вы у меня очень часто спрашиваете в инстаграме здесь. Лена, ты даешь рецепты. Но почему у тебя выпечка всегда такого цвета, карамельного? Это очень просто. Даже когда я делала печенье, вы их увидите из халвы. Они говорят, халва же другого цвета. Она немного такая коричневая. Ну, серая, то есть, если подсолнечная халва. Но если это арахисовая, у нас она белая. Но так как я использую не простой сахар, а вот такой необработанный сахар тростниковый. Он вообще черный почти. Есть еще даже темно-коричневый. Или кокосовый. Кокосовый тоже очень коричневый. Поэтому вся моя выпечка получается вот такого золотистого, карамельного цвета. Любая и пирожные, и торты, и флян. Вот сегодня Влад приходит снова с друзьями. Поэтому я им приготовила уже с утра свой флян. Рецепт есть на канале. Кому интересно, я оставлю ссылочку. Если вдруг забуду, то напомните мне в комментариях, я оставлю. Флян замечательный, потому что там яйца, или растительное миндальное молоко, или простое молоко. Можно добавить чуть-чуть сахара. Обязательно ванилина. Но вы посмотрите. И для того, чтобы флян загустел, нужно добавить крахмал. Я добавляю... Какой крахмал? Не картофельный. Я добавляю кукурузный крахмал. Деткам очень нравится. Вот так. Хотела вам показать новую кунжутную пасту, которая мне очень-очень понравилась. У нас это новый продукт. Может, у кого-то это не новый продукт. Она называется кунжутная паста черная. Она прям черная, прям черная. И вот, когда смотришь на таблицу всех элементов, здесь больше витамина 6 и магния, магнезиум. 303 миллиграмма на вкус тоже замечательная. Понравилась. Я как делаю? Я ее просто добавляю. Одну чайную ложечку на бутерброд. Беру хлебушек свой черный и вот эту кунжутную пасту. Микроэлементов в ней куча всяких полезных. Я уже про нее рассказывала, что она очень полезна также для женщин. Так что присмотритесь. Из нее можно также делать соусы различные. Вам нужно, если... Я, кажется, давала соус. Нет, а может быть не давала. Есть такой замечательный соус со свежим чесноком, с этой пастой. Обязательно мы его сделаем. Как только буду делать, вам сразу же покажу. И что у меня еще нового было? Да, вы меня еще попросили кто-то в комментариях. Лена, найди нам соус из сухих томатов. То есть вот из этой пасты томатной сухой. Можно просто взять вяленые помидоры и сделать тоже соус с миндальными сливками или с простыми сливками. Я найду блог девочки. Сама его почему-то не могу найти. И в каком-то из одном из блогов просмотрю постепенно. И потом в сообщество обязательно для вас сброшу. И что я еще купила? Я купила такой вот как сыр или это творог. Ну, скорее всего, даже не сыр и не творог. Это просто кваша. Из, я люблю, так, овечье, из овечьего молока, из овечьего молока, выговорить не могу. А здесь он у нас из козьего молока. Я вообще, козье моё молоко не очень, потому что оно все-таки специфическое. А вот этот фромаж, блин, мне очень-очень понравился. Так что у кого, кто живет девочки во Франции, для виклер, то да. Особенно он очень подходит для соусов. И он такой сейчас откроем. Там, кажется, немножечко осталось. Я покажу. Он как... Минуточку. Видно вам или нет? Он неоднородный. Он как будто бы просто кваша. Очень вкусный и полезный. Я его могу в виде соуса тоже добавить ложечку кунжутной пасты. Можно чуть-чуть капнуть соевого соуса. Все это перемешать, добавить различных травок. Травок прованса, можно куркуму добавить. Да на ваш, в принципе, вкус выдавить чеснок. И получается просто замечательный пепе соус. И еще сейчас что-то покажу. Хотела вам показать ополаскиватель новый. Выставляла его в инстаграм. Оказывается, я совершенно не знала, что у нас в магазине Ля Виклер, то есть в моем органическом магазине, есть такая акция. Вот эта марка, которая называется Бульвер, это зеленый пузырь, можно так перевести. Она изготавливает у нас в Провансе, вот в фабрике Андрома Прованс, это у нас. Различные моющие, чистящие средства. Изготавливает ополаскиватель для белья, изготавливает порошок. Девочки, как он пахнет лавандой, просто замечательно. Я надеюсь, что у вас, у кого-то продается. И самое главное, чем очень выгодно, что покупаешь вот такой бидон. Я не знаю, сколько здесь миллилитров. Сейчас я вам скажу. Два литра. Два литра. Стоит он у нас семь с чем-то евро. А потом вот с этой емкостью, с этим бидоном, приходишь в магазин и просто-напросто его наполняешь. То есть, тару покупаешь всего один раз, потом наполняешь и порошком, и ополаскивателем. Очень удобно. Это вам обходится в два или три раза дешевле, чем покупать постоянно старый вот такой вот ополаскиватель. Напишите в комментариях, может быть, в какой-то стране тоже такое же существует. Вы знаете, что у нас в биомагазине, я вам уже показывала, что можно покупать все злаковые, орехи, печенья. Все-все без упаковки. Есть такие машины специальные, у меня есть видео, я там показывала. Оставлю ссылочку на это видео. И вот теперь тоже сделали. Вот именно одна эта марка сделала то же самое с порошком со стиральным, с уксусом. Как буду покупать и как пойду наполнять, потому что в следующий раз я хотела наполнить порошок. У меня еще остался наш порошок, который мы с вами делали, помните? Стиральный порошок, я его очень люблю. И вот сейчас он у меня закончится. И пойдем купим лавандовый порошок. И я вам покажу, как это происходит в биомагазине. Ну, вроде все рассказала и показала. Сегодня я провела эксперимент. Ну, я шучу, я просто забыла в дома банковскую карточку. И в кармане всего было 4 евро 50 сантимов. Я думаю, зайду и куплю что-нибудь на вечер. И посмотрю, что я могу купить на вечер. И сообразить ужин на 4 евро. Что можно купить и что можно придумать. И потом вам расскажу. Кстати, есть такие каналы специальные, которые берут определенную сумму денег и вот покупают, чтобы приготовить обед или ужин. Потом рассказывают французам, как сэкономить и приготовить. Но у меня магазин, который у нас здесь находится, это интермаршин. И он намного дороже, если бы мы поехали, например, в большой супермаркет. Поэтому цена немножечко завышена. Но все равно, я думаю, что вам будет интересно узнать, что я купила. Что я купила? Я купила нарезку. Это нарезка хамон. Простой хамон от Тритера. И он стоил всего 1 евро 10 сантимов. Здесь у нас 3 пластика. Затем, я купила мужу сыр. У нас в магазине очень мало всего био, поэтому я брала простое все. Это блюдо верни. То есть, это как сыр с плесенью, но он из коровьего молока, а не из козьего молока. Стоил он, сейчас мы найдем, сколько он стоил. Стоил он 1 евро 34. Затем, натуральный простой йогурт без всяких добавок. Стоил он 0,76 сантимов, если я не ошибаюсь. И Владислав мне заказал сгущёнку. Я иногда ему покупаю, покупаю в биомагазине. Но и вот это, кстати, очень недорогая сгущёнка. Но всего 2 ингредиента здесь. Здесь молоко, вот молоко и сахар. Сахара, конечно, много, но дети утром любят. Ему немного сахара нужно, чтобы идти в колледж. Итак, что мы можем приготовить на ужин вот из этих продуктов? Во-первых, если у вас дома, а я думаю, у всех дома, есть какие-нибудь полезные злаковые. Например, паста или пшено, гречка. Можно отварить пасту, гречку, пшено. Затем на эти злаковые можно добавить немного сыра. Затем, я думаю, у всех есть какая-нибудь зелень или какие-нибудь овощи. Если даже нету, то можно взять в заморозке, потушить овощи. И сверху чуть-чуть нарезки хамона. Добавить ложечку какого-нибудь масла полезного оливкового. И будет замечательно. И на десерт, ну, конечно, там кто хочет хлебушка, салат, я думаю, если есть. И на десерт взять йогурт натуральный и капнуть туда, если это деткам, то капельку просто для вкуса сгущенки. Вот получается. В принципе, у нас есть и протеины, есть и молочный продукт. Ну, это и так. Не хватает, конечно, фруктов. И остальное нужно найти дома. Но я думаю, что на 4 евро не можно и как-нибудь перебиться один день. Как вы думаете? Напишите в комментариях, сколько бы у вас стоили такие продукты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!